Добрый день дорогие друзья, я надеюсь меня хорошо видно и слышно и я вас приветствую на нашем очередном вебинаре Директ Академии. Сегодня с нами ведущая Айкуш Калачан и ее тема инклюзивная образовательная среда вопроса организации и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. По поводу сертификата я вам всем расскажу, чтобы не отнимать время, я это сделаю в течение вебинара в чате. Я прошу вас всех, я знаю, что сегодня присутствует много народа, которые ни разу не были в Директ Академии, поэтому специально для вас разместил информацию в чате. Вот она перед нами, это четыре полезные ссылки, которыми вы можете воспользоваться и я позволю себе отнять пару минут у нашей сегодняшней ведущей для того, чтобы их озвучить. Первая ссылка ведет на нашу главную страницу, где вы можете зарегистрироваться на любой вебинар до конца нашего учебного года, до июля месяца. Все наши вебинары бесплатные, платные только сертификаты и стоят они 149 рублей. Запись этого вебинара вы сможете посмотреть через некоторое время на нашем видеоканале и это наша вторая ссылка. Подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы всегда быть в курсе того, что проходит в Директ Академии, какие вебинары. В частности, там уже записи 450 наших вебинаров. Возможно, вам что-то из этого пригодится. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов, где мы предлагаем вам учиться дистанционно. Те из вас, кто хочет обучаться онлайн, могут посмотреть на наше предложение. Оно состоит в настоящий момент из 11 курсов. Ну, подробнее об этом, пожалуй, говорить не буду. Посмотрите сами, что это за курсы. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. На этой ссылке вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара, но не раньше. Вот в самом конце нашего вебинара я постараюсь разместить еще раз эту информацию и после этого вы сможете приобрести сертификат вот по этой ссылке. Традиционно я также хотел бы проанонсировать наши следующие мероприятия, которые состоятся в Директ Академии. Вот эти мероприятия. Завтра в Директ Академии все наши вебинары, как правило, проходят в 12.00 по московскому времени. Завтра мой вебинар «Электронное издание. Как преподавателю стать автором в издательстве Директ Медиа» — это наш продуктовый вебинар, продуктовый вебинар компании Директ Медиа, от имени которой мы и ведем сейчас нашу трансляцию. 19 числа в пятницу Наталья Николаевна Сметанникова «Чтение на родном и иностранном языке школьников и взрослых». Мне кажется, что для данной аудитории это будет достаточно интересный вебинар. Ну и, наконец, в понедельник, 22 апреля, Анна Бирюкова из, если можно так сказать, из русской Википедии, редактор с большим опытом работы в русской Википедии, проведет вебинар «Большая наука и Википедия. Мировая практика. Российские проекты исследования». Молодой и очень интересный автор. Третий вебинар уже у нас делает Анна. Я думаю, что вам тоже понравится. Ну что ж, а на этом мое вводное слово закончено. Да, я хотел бы еще призвать вас задавать вопросы нашей сегодняшней ведущей не в общем чате, а во вкладку «Вопросы», которые есть у вас. И ведущая постарается время от времени на эти вопросы отвечать. А в чате у нас сегодня будет достаточно жарко, судя по количеству участников, и можно пропустить какой-то вопрос. Если по какой-то причине ваш вопрос пропущен, продублируйте его во вкладку «Вопросы», либо когда ведущая начнет отвечать на вопросы, повторите его еще раз. Ну вот и все. И я хотел бы передать слово нашей сегодняшней ведущей Айкуш Калачан, что наша сегодняшняя ведущая приглашена нашими партнерами компании «Новое поколение». Ну что ж, всего доброго вам вебинара. Я ухожу в чат и остаюсь с вами в течение всего. Добрый день, Павел Юрьевич, добрый день. Сегодня такая интересная тема «Инклюзивная образовательная среда». Я понимаю, люди, которые пришли, для них этот вопрос животрепещущий. Как сделать, когда в обычный школьный класс попадают дети необычные? Как устроить процесс таким образом, чтобы и одним помочь, и другим не помешать? Это, конечно, очень интересный такой вопрос. И поэтому мы сейчас познакомимся с вами и дальше, и пройдемся по вопросам, как это можно сделать, как организовать. Как вам сказали, меня зовут Айкуш Калачан, я педагог, я музыкант, преподаватель музыкальной школы, эксперт по вопросам воспитания детей. И еще я эксперт по современным методикам образования, изучаю очень много методик образования и смотрю, где, каким образом можно обучать детей, используя новые элементы. Итак, перейдем к следующему слайду и разберемся, что же такое инклюзия. Дело в том, что вот понятие инклюзии появилось где-то в 99-м, 98-м году. До этого была интеграция. То есть все люди пытались помочь детям. Кстати, термин ОВЗ означает ограниченные возможности здоровья. Дети, у которых ограниченная возможность, пытались дать им образование. Для этого их приучали к современной жизни. Но не всегда дети могут приспособиться к среде, которая сложная. Ну, например, колясочникам очень сложно подняться по лестнице. Поэтому в последние годы мы видим, как пандусы различные. Хотя здесь тоже очень большой вопрос. Некоторые пандусы сделаны под таким углом, что там здоровый человек не проедется, не рискнет. Но там, где это все сделано с умом, не просто для галочки, а действительно желая помочь людям, это очень помогает. И не только людям с ограниченными возможностями, но и обычным мамашам с колясками для маленьких детей. Так что, когда мы поддерживаем среду под кого-то, она оказывается полезна еще не только им, но и другим людям. И в ЮНЕСКО, когда принимали вот этот вопрос об инклюзии, начали понимать, что когда мы делаем хорошо окружающим нам людям, то и нам самим становится лучше. И что такое инклюзия? Это включение. Это не интеграция, а именно включение. Это дословно закон звучит таким образом. Процесс интеграции детей, вообще образовательный процесс, независимо от их половой, этнической, религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, социально-экономического статуса родителей и других различий. То есть получается, что вопрос инклюзии идет не только о детях с ОВЗ, но и вообще обо всех. Но сегодня мы будем касаться их, потому что для них требуется особая среда, и они довольно часто создают проблемы. Но если у вас в классе есть ребенок гиперактивный, вы понимаете, насколько это сложно. Один такой ребенок может нарушить весь запланированный вам процесс. Хотя сейчас такое положение, что таких детей не один, а множество. Итак, посмотрим основные принципы инклюзивного образования. Их восемь. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. Это одна простая, на самом деле очень глубинная. Что есть человек? Человек – это душа, заключенная в тело. Да, наше тело, больное оно или здоровое, оно носит, в теле проживает душа. Признаем мы его, называем по-разному. Но есть некоторые субстанции, которые нас делают живыми и делают людьми творящими, теми, которые могут созидать и творить. Значит, наша ценность не только зависит от внешней оболочки и от каких-то способностей или достижений, она зависит, наша ценность уже в том, что есть в нас. И ценность мы придаем уже в дальнейшем, когда человек обучается чему-то, он учится, развивается, тогда он приобретает еще большую ценность. И помогая этим, мы позволяем им самим принять и окружающим принять ценность человека как тварь Божью, просто то, что сотворено Богом, природой. Тут абсолютно и не имеет значения, какой конфессии, какой вере вы относитесь или неверующий человек. Если такое существо есть, его кто-то сотворил. Бог, природа, Вселенная, называйте, как хотите. Второе. Каждый человек способен чувствовать и думать. И мы взываем именно к этой части человека, которая чувствует и думает. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Даже немой человек может как-то высказаться через рисование, через телесные движения. И каждому есть что сказать. И когда человек общается, человек вообще социальное существо. Мы все живем в среде. И это является важнейшим составляющим. Мы это должны уважать. И независимо от того, как человек выглядит, все люди нуждаются в друг в друге. Мы потом увидим, что даже здоровые люди очень сильно нуждаются в том, чтобы помочь других и увидеть других. Но давайте, как дети начинают осознавать ценность своей жизни, они часто бесшабашны абсолютно. Прыгают через гаражи, это нормально, им надо прыгать. Но они не рассчитывают опасность. Но когда они видят человека, который после такой опасности попал на коляску, временно или надолго, не имеет значения, он начинает глубже ощущать. И получается, что вот эти люди тоже взаимодействуют. Да вот банальный пример, вот буквально собор Парижской Богоматери сгорел. И что сделалось? И все люди встали в молитве, даже которые забыли о молитве. Они вдруг почувствовали. Вселенная так устроена, что всё устраивает один для другого. Не может что-то существовать вне контекста. И все друг на друга взаимодействуют, влияют друг на друга. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. Да, сейчас есть дистанционное образование, даже мы с вами общаемся. Но наше общение реально даже в том плане, что вы задаете вопросы, я на вопрос отвечаю. Если у нас есть контакт, вопрос и ответ общения, то это реальные взаимоотношения. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Вот ровесники детям очень нужны, потому что что бы ни делали взрослые для ребёнка, они по-другому воспринимают мир. У них другие глаза, это необходимо. И даже взрослые люди ищут себе равных, тех, у которых есть точки единения. И возраст — это одна из точек единения. Для всех обучающихся достижение прогресса, скорее всего, может быть в том, что они могут делать, в том, что не могут. Смотрите, что интересно. Мы не цепляемся за сегодняшний или вчерашний день, мы смотрим в будущее. Достижение прогресса может быть в том, что они могут сделать. Если мы не говорим человеку, нет, ты не можешь, у тебя не получится, а говорим, возможно, получится, а ты постарайся, а ты потрудись, то он стремится к чему-то. Разнообразие усиливает все стороны человека, как здоровых, так и не очень. И в Саламанках в 1994 году было принято такое решение именно об инклюзии. Вот эти все восемь законов, восемь правил были приняты там. Инклюзивные школы действуют, исходя из убеждения, что разница между людьми — это нормальное явление, и что процесс обучения должен быть приспособлен к нуждам ребёнка, а не ребёнок подстроен под исходное определение, каким должен быть темп и характеристики обучения. Но это очень важный момент, о котором мы часто забываем. Если взять нашу систему образования, то очень часто получается, что люди подтасовывают понятия. Для того, чтобы получить оценочную систему, она у нас становится единственным, главным критерием, и это цифровая оценка. Там оценка 4-5, под него подстраиваются знания. Нет, дорогие мои, это главная причина, которой есть люди, которые против ЕГЭ, потому что там есть много хорошего. Но главный вопрос, вызывающий сомнения, это в том, что знания подводятся под оценочную систему. Оценочная система становится вариативной, чтобы оценить различные виды. Вот смотрите, ведь школьная оценка не оценит, по какой бальной системе вы оцените человечность, доброту. А вот среда такая создаёт ситуацию, при котором человек проявляет себя именно как человек. Так, я вижу, уже тут вопросы появились. Хорошо? Так. Нет, оказывается, это не совсем не... Ладно, идём дальше. Инклюзивное обучение не является обязательным для детей с ОВЗ. То есть, есть понятие, что есть инклюзивное образование. При этом родители сами решают, может ли ребёнок учиться в этой системе, ходить в обычную школу, или не стоит. Потому что есть различные степени. Например, ребёнок с аутизмом, разной степени аутизма есть. Он очень сильно страдает, когда вокруг много людей. И есть те, которым не очень удобно. Это ещё связано с колясочниками. И различные бывают ситуации, когда человеку неудобно. Но возможности, если это где-то будет удобно, то мы это всё сделаем. Так, коллеги, вам напишут, где можно будет скачать вот эту презентацию, подготовленную и для скачивания. Потому что она очень насыщенная информацией. В России существуют различные виды для таких детей. Это спецшколы, интернаты, это образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием. Но здесь есть главный недостаток. Очень часто эти дети оторваны от семей. Они уже и без того им некомфортны, что у них сложности со здоровьем, так ещё и они оторваны от людей, от родителей, от семьи. Им от этого сложнее. И когда такие дети приходят в школу, им вдвойне сложнее. Я работала с такими детьми в рамках музыкальной школы. Есть коррекционные классы образовательные школы. Вот здесь у меня есть свой личный опыт, который вроде бы сделан на хорошее дело, но всегда упирается в человеческие качества и качество труда. Есть халатность, есть пренебрежение. Например, однажды я видела мальчика в седьмом классе, в коррекционном классе, который абсолютно здоровый, абсолютно нормальный. Просто в какое-то время, может, сложно и для семьи, или для чего-то он потерял мотивацию и стал плохо учиться. Уже было бы лучше его оставить на второй год, тогда бы он получил нормальный диплом, а попадая в коррекционный класс, он уже лишается этой возможности. То есть вместо того, чтобы не ухудшить статистику школы, что у них есть неуспеваемость, его переводят в коррекционный класс. Когда… И самое интересное, я даже провела доктилоскопическое исследование и отпечатка в его пальцах. У него гениальные данные, у него потрясающий художник. И я говорю, когда ты проявил проявил свой какой-то революционный характер, и оказалось, да, действительно, просто он сопротивлялся, у него было какое-то сложное время. Из-за плохого поведения, из-за плохой успеваемости, или именно связанной с низкой мотивацией и учителей, и родителей, ребёнка попал, ему закрыли будущее. Вот чем плохи коррекционные классы? В том же классе были другие дети, ребёнок-аутист, вполне нормально. Там были цыганские дети, вполне здоровые дети, просто у них родители бесшабашные. Может, для них не так важно образование, а может, и важно. И жалко, когда обычный, нормальный ребёнок, которым не хватает всего лишь, смотрите, всего лишь маленькая вещь, мотивация, что является главной задачей учителя, лишается возможности получить полноценное образование. Следующий вариант – домашнее обучение, при котором преподаватели образовательного учреждения посещают ребёнка и проводят с ним занятия. Когда это временное явление, это хорошо. Когда это постоянно, то это очень плохо, потому что ребёнок лишается общения, со сверстниками. И такое же, если у нас есть дистанционное образование. Тоже нету живого, прямого контакта. Да, учитель учит, но давайте посмотрим. Спросите детей, зачем они идут в школу. Они идут в школу общаться. Во-первых, общаться. Это мы думаем, что они приходят в школу обучаться. Если бы в школе было только обучение, детям было бы многим невыносимо. И они развлекаются на общении. Общение – важная часть человеческой жизни. Есть ещё и такое понятие – сегрегация, обучение детей в изолированных учреждениях. Вот это и наши интернаты. Где дети в интернатах живут, они живут в интернате, учатся в интернате. Хорошо, если эти дети параллельно ещё и посещают какие-то школы, кружки. А если они не посещают, тогда они в закрытых стенах, и у них нет возможности создавать контакт. У них даже нет стимула к тому, чтобы стремиться к чему-то и что-то творить. И что такое интеграция и инклюзия, чем отличаются, я уже рассказала. Здесь хочется вспомнить слова Виктора Франка, Франкла, австрийского психиатра, кстати, бывшего узника нацистского концлагеря. Если рассматривать человека таким, как он есть, мы делаем его только хуже. Но если мы переоцениваем, то соответствуем тому, чтобы он был тем, кем он на самом деле может быть. И что получается? Смотрите, я возвращаюсь к словам Шалвы Аманашвили, к его технике дорисования. Он говорит, рассказывайте, каким он может быть прекрасным, каким он может быть лучше. И когда вы ему это рассказываете, он стремится, он становится к этому таким. Когда ребёнок с ОВЗ попадает в обычную среду, обычных людей, он понимает, что с него спрашивают больше, он настраивается, и он тянется, он растёт. При этом мы также помним, что дети, которые талантливы, для них есть специальные школы, где они встречаются с теми, с кем сложно конкурировать. Очень полезно, когда в классе есть разные уровни. Так, я вижу, у вас накопились вопросы, друзья мои, поэтому я считаю, можем ли мы говорить об инклюзии в вариаторах? Нет, да, обучение – это абсолютно не инклюзия, потому что нет включения. Слово инклюзии переводится как «включение». Милина Александра Сергеевна спрашивает. Нет, это не тот случай. Итак, смотрим, какие у нас вопросы в чате. Хотелось бы, конечно, в вопросах видеть, чтобы не терять. Вы говорите, что всё должно быть удобно для таких детей, а как относиться к повышению нагрузки для детей ОВЗ, обучающихся на дому? Так, повышение нагрузки, то есть с них требуется больше знаний, обучающихся на дому. Я думаю, вообще в таких случаях должна быть нагрузка, во-первых, посильная, и нагрузка должна подстраиваться под ребёнка, а не ребёнок под нагрузку. Смотрите, у нас очень интересная система, у нас очень красивые законы и не всегда красивые исполнения. Если бы мы старались каждый со своей стороны отвечать и делать то, что нужно, было бы намного лучше. А, им со следующего года увеличивают количество часов с 8 до 12. То есть, значит, учитель больше к ним будет ходить, как я понимаю, учитель больше с ними будет заниматься. Ну, что может быть, это интересно, но принесёт ли это качество? Вот это разные вопросы. В современной образовательной политике, конечно, как мы можем не обращать внимание на те страны, где инклюзия работает дальше, дольше, имеет больше опыт? Это расширение, есть такая вещь, расширение доступа к образованию. Следующий, мейнстриминг, очень интересная ситуация, когда предполагают, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках и различных досуговых программах. То есть, вот смотрите, дети, которые у нас на домашнем образовании, участвуют ли они в общих праздниках своих одноклассников или той школы, к которой они прикреплены? Скорее всего нет. Но это ведь очень хорошая ситуация, когда они общаются хотя бы каким-то образом и начинают знакомиться друг с другом. Недавно прошла, как раз готовясь к этому вебинару, статью, одной девушке, которая окончила пединститут, совсем немного проработала, но когда попала на практику летом, в лагерь, где были дети с различными видами, проблемами здоровья. И среди всех выводов, у неё были свои выводы, говорит, самое интересное, что вокруг очень много таких детей, таких людей, но мы их не видим, их от нас прячут. то есть этих людей по сути изолируют. Они изолированы. Насколько это хорошо? Да никак не хорошо. Потому что если закрыть глаза перед проблемой и говорить, я тебя не вижу, проблема, она не перестаёт исчезать, она существует, она увеличивается. Даже как можно сказать, как проблема увеличивается? Вернадский. Когда мы говорим, у него очень много трудов про ноосферное мышление. Что такое ноосфера? Это некоторая сфера вокруг Земли, которая складывается из наших знаний, чувств и эмоций. Это энергетическое поле. Если туда идёт в большом качестве энергия, неприятие, уныние, внутреннего разрушения, несчастье, возвращается то же самое. А когда мы детям дарим радость, то, что уйдёт наверх, то и возвращается. Вот ноосферное поле, ноосфера как раз обладает тем, что оно получает, то и возвращает. Мы сами себя окружаем энергетическим полем. Если там есть добро, радость, то мы получаем именно это. Это уже не фантастика, не эзотерика. Это философия. Это наука. Наука уже доказывает. Даже проверяют, насколько меняется ощущение человека, когда он проходит мимо цирка, здания цирка, где идёт представление цирковое, и мимо здания, где идёт рок-контракт, совершенно различные. И ещё большая разница, когда проходят мимо филармонии. Они проходят мимо, они не слышат, что творится внутри, но они чувствуют. Вот когда вы будете проходить мимо таких зданий, просто включите своё сердце и свои локаторы, голову, не знаю, ощущения, прислушайтесь к своему сердцу, и вы почувствуете, как меняется атмосфера вокруг. Интеграция. Интеграция, как я сказала, когда детей подготавливают к тому, чтобы они пристраивались к этой системе, системе образования. По сути, это очень хорошая вещь интеграции, когда дети учатся самостоятельности, но есть случаи, когда этого невозможно, тогда мы используем мимо. То есть вариативность всё же подходов очень важна, потому что, например, для ребёнка-аутиста, дауна и различных самостоятельно одеть одежду, подойти к человеку, увидев человека, поздороваться, а не спрятаться в себе, это уже огромное достижение. Итак, у школы должны быть соответствующие ресурсы. Ой, у меня тут буквы не поместились и улетели на другую строчку. Ну что ж. Должен быть предварительный этап подготовки. Возможно, это ресурсные классы. Недавно как раз я спросила педагога русского языка, который преподает русский язык, иностранцам в институте. И спрашиваю, как у них идёт вот это... Там ведь тоже инклюзия. Мы прочли, что даже люди из различных национальностей, половых признаков и так далее, и так далее. Иностранцы, которые приезжают в Россию учиться, она говорит, раньше два курса они проходили отдельно. У них был подготовительный этап, и после этого были очень хорошие результаты. Многие даже были люди, которые оканчивали с красным дипломом. Сейчас сняли вот эти переходные моменты, и получилось так, что нету этих ресурсных лет, когда перестраивается человек, и они просто в третьем, четвёртом курсе, даже в первом, втором ничего не понимают. Сидят с закрытыми глазами, всё проходит мимо, только обрывочные слова. И даже это происходит со здоровыми людьми. И, конечно, кто старается, кто хочет, всё-таки занимается больше, но всё-таки. Сопровождение тьютера. Кто такой тьютер? Мы об этом поговорим подробнее. Вы, конечно, знаете, кто такой тьютер. Это помощник, но подробнее разъясним этот вопрос. Сопровождение тьютера может быть постоянное, эпизодически. Есть люди, в ситуации, когда у одного ребёнка только один тьютер. Есть случаи, когда один тьютер может обслуживать, помогать шестерым, а есть стандарты, когда и 12. Ну, посмотрим, как будет. Специалисты. А в школе должны быть психологи, дефектологи, логопеды, тьютеры. Не везде и не всегда они имеются. Особенно тьютеры. В городе с 70-тысячным населением, где более 200 детей с ОВЗ. И я спросила, есть ли хотя бы один тьютер. Нет тьютера. 70-тысячных населений. Только городское управление, более 200 человек, и ни одного тьютера. При этом более 200 человек нуждаются в этой помощи профессиональной. Так, я видела вопрос, а как вы занимаетесь с такими детьми музыкальными по программе ДШИ? Да, я как раз вела уроки с Альфеджио, у меня были дети такие. Знаете, есть различные ситуации. Одни успевали на разне с отличниками. Был мальчик с осыпшимися пальчиками, у него прекрасно работала голова. Это одна ситуация. Были те, которые просто смотрели, и они радовались от того, что они присутствуют. То есть мы тут должны понимать, что мы подстраиваемся под них. И наша задача не обязательно довести до стопроцентного образования, а сделать так, чтобы они влились в общественную жизнь. Уже то, что они выходят из класса, общаются с другими, при этом наравне с обычными детьми, и они друг другу начинают помогать, потому что они сидят за партой вдвоём и друг друга помогают, тогда получается контакт. Конечно, не обязательно. Об этом как раз у меня в следующих слайдах будет, я подробнее расскажу. И так далее. Профессиональные качества, необходимые в условиях инклюзии, это наличие новых профессиональных компетенций. Я это выписала из закона проекта. Новые профессиональные компетенции. Умение диагностировать уровень развития ребёнка с ОВЗ. То есть, смотрите, не степень болезни, а именно степень, уровень развития. его потенциальные возможности и образовательные пределы. Что даёт потенциальные возможности, насколько этот ребёнок может развиться, мы его ведём в этом направлении. А когда мы видим пределы, для чего этот предел? Чтобы не заниматься самобичеванием, что я не смогла. Да, есть определённый предел, он постепенно может расшириться, переместиться, но есть этот предел. И не надо страдать по этому поводу. Определить систему оценки знаний. Вот система оценки знаний обычно здесь не подходит. Будет другая система оценки знаний. Потому что одного мы оцениваем за то, что он умеет, другого оцениваем за то, что он старается. Старание это тоже труд. И при разных стартовых данных дети с ОВЗ это уже дети с другими стартовыми данными, нежели дети здоровые. Хотя даже абсолютно здоровые дети у всех свои стартовые данные. Усилие имеет значение. Если он постарался, то мы это обязательно поощряем, даже если он очень далеко находится до той стадии, чтобы быть наравне с другими. Ну, как сказать, вот девочка, опять же, сольфеджио, она писала в тетрадке первые уроки ноты писать. Уже, хотя не первые уроки, третий, четвертый месяц толком не может писать ноты. Да, потому что моторика не развита, есть проблемы. Что я сделала? Я подхожу, говорю, солнышко, посмотри, вот у тебя очень красиво получились две нотки. Хочешь, я тебя отмечу зеленой ручкой, какие у тебя хорошо получились. Ей все время говорили, что плохо. Она делает один, два, что получилось, а потом дальше просто каракули. И я нахожу из целой страницы всего лишь две красиво написанные нотки. И говорю, вот эти у тебя очень красиво получились. Хотя они целые страницы, они там строчку или максимум две строчки могут написать. И у неё глаза расширились, она посмотрела и начала писать, уже сравняясь с этим. Она поверила себя, и что получилось? Мы показали её потенциальные возможности на её личном примере. Вот это и есть потенциальные возможности. В следующий раз этих ноток было больше. Сказать, что сразу она завладела процессом? Нет. Но уже то, что у неё глазки заблестели и появилась внутренняя вера о успех. Зависит от веры, от того, насколько мы включаемся. Планировать учебный процесс с учётом индивидуальных особенностей. если у нас есть такие дети, то у нас всегда должен быть программа. План минимум, средний необходимый и максимум для талантливых минимум вот в таких случаях. То есть, если у меня кто-то транспонирует по сольфеджио, если музыкант спрашивал мне вопрос, то другому достаточно просто переписать. планировать учебный процесс с учётом индивидуальных способностей вести психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ. Вот, конечно, один учитель, очень сложно ему вести психолого-педагогическое сопровождение. Мы сейчас увидим ещё остальные данные, различные качества, которые должен обладать учитель. тут очень красивые слова, но в одном человеке уместить всё это очень сложно и сразу невозможно. Да, в течение нескольких лет, каждый день занимаясь по чуть-чуть, вы можете стать тем превосходным человеком, который включает в себе все эти качества. Но к этому мы будем стремиться. Поэтому сейчас смотрим, какими ценностами, качествами должен обладать учитель. А я пока посмотрю, есть ли вопросы. Как вы считаете, дети с разными заболеваниями синдрома Дауна, раз психическое ДЦП, могут обучаться в одном классе? Скажем так, в моем раз в классе, в котором я занималась, не было такого сильного был ребенок с ДЦП и ребенок Дауна одновременно. Да. Но сложнее знаете с кем? С гиперактивной. самое сложное, когда в классе два-три гиперактивных ребенка. Вот они всех выводят из себя. Вот с ними справиться намного сложнее, чем синдром Дауна и даже с ДЦП. Очень интересная и понятная лекция. Вопрос такой, насколько эффективно дистанционно профессиональное образование для детей с АВЗ. Смогут ли они успешно работать по выборам, либо для них более полезно обучаться очным. Есть ситуации, когда ребенок учится дистанционно. Дистанционное образование имеет одно очень большое преимущество. Человек сам выбирает, что изучать и глубоко проникает в те направления, у него школа не отнимает время. На самом деле сейчас образовательная система такова, она насыщена столькими знаниями, которые являются полезными только для игры что-где-когда. Информация, которая наполняется в мозг, в жизни нужна где-то из этой информации 5-10-15%. Даже человека, профессионалов, окончивших профильные институты, я спрашивала, насколько твое знание помогло тебе в твоей профессии. Все обучались после, но обучение очное хорошо то, что есть такое понятие, как зеркальные нейроны. Когда вы общаетесь с мастером, наши зеркальные нейроны, которые находятся в лобной части доля мозга, усваивают информацию уже на уровне интуиции. Дети так начинают разговаривать. Как дети учатся разговаривать? Маленькие дети, новорожденные, у них работают зеркальные нейроны. Многие люди передают другим свои особые способности тоже через зеркальные нейроны. То есть тут можно совместить, можно основное, среднее, общеобразовательные предметы проходить дистанционно, а если есть профессиональное узкое направление, то это желательно все-таки очно у мастера или с кем-то конкретно. Потому что не количество знаний определяет успех, а качество. Мотивационно-ценностное качество. Знать сущность инклюзивного образования, то, что мы с вами уже немного поговорили, цели, задачи, основные условия, барьеры и ресурсы. Барьером является очень интересный барьер, это психологическое восприятие. Некоторым родителям кажется, их дети будут обделены, родители здоровых детей, что их дети будут обделены и им не хватит внимания учителя. На самом деле, я чуть позже расскажу, как сделать, чтобы этого не случилось. Тут всегда можно с родителями пообщаться. Оправленность на развитие личности, соуза в целом. Осознание личной ответственности как носителя культуры. Итак, смотрите, не столько важны знания, наука, которую вы носите ребёнку, а культуру, которую вы вносите. Люди могут, если вы преподаете физику, математику, даже русский язык, очень многие науки, как я сказала, предметы в жизни человек просто чуть-чуть использует. Он помнит тех учителей, которые проявляли собственные качества. Понимание творческих принципов обучения детей с ОВЗ. Вообще понимание творческих процессов в любом случае нужно, а детей с ОВЗ тем более. Готовность к большим духовным, эмоциональным и энергетическим затратам. Итак, мы очень много поговорили о серьезных вещах, а вот энергетические затраты это бич всех учителей, потому что любой ученик может вас вывести из состояния. Поэтому я сейчас сделаю вам подарок. Какой это подарок? Это одно упражнение, это упражнение придумала не я, оно называется Сидона. Если у вас есть ручка бумага, я надеюсь, вы учителя, и все они с собой. Это простое упражнение с пяти вопросов, которое в течение двух-трех минут вернет ваше эмоциональное состояние в нормальное русло, если вы вдруг вышли из себя, если ребенок задел вас, или надо срочно привести себя в хорошее настроение. Итак, готовы получить такую практику? скажите в чате, если хорошо, то я расскажу, а еще и читаю. Ирина Петровна, если ребенок аутист, методы коррекции, знаете, я не доктор, это не мои компетенции. Итак, значит, упражнение Сидона, оно в чем заключается? Пять простейших вопросов, кстати, его открыл, придумал или создал человек, который технарь, техник-изобретатель из Америки, Соединенных Штатов, который очень сильно болел, и ему сказали в любой момент можешь умереть. И когда он нашел этот способ, он даже выздоровел. Первый вопрос, что я чувствую? Во-первых, очень важно назвать чувства. Первый вопрос, что я чувствую, что я ощущаю? Это может быть напряжение в тени или разочарование, злость. Не бойтесь назвать злостью, гневу, всё равно. Второй вопрос, могу ли я принять это чувство? Вам надо сказать обязательно да. Почему? Потому что если вы чувствуете, то вы уже его приняли. Сопротивляться бессмысленно, но в тот момент, когда вы принимаете, оно становится управляемым. Поэтому вы отвечаете да. Итак, второй вопрос, могу ли я принять это чувство? Третий вопрос, могу ли я отпустить это чувство? Мы отвечаем да, потому что верьте в свои возможности. Работая с детьми с ОВЗ, вы удивитесь, на что они способны, у них такая сила воли, у некоторых вы восхищаться будете. А вы здоровый человек, что вам остается? Итак, могу ли я отпустить? Да. Хочу ли отпустить? Да. Когда? Прямо сейчас. И отпускайте. Итак, первый вопрос, что я чувство ощущаю? Второй вопрос, готова ли я принять? Могу ли я принять? Третий, могу отпустить? Четвертый, хочу отпустить? Пятый, когда? Отвечаем прямо сейчас и отпускаем. В это время мы можем зевнуть, потянуться, и мы чувствуем, что чуть-чуть сменилось. Чуть-чуть что-то сменилось. И опять продолжаем этот цикл несколько раз, пока приходит покой. Иногда в сложных ситуациях достаточно трёх-четырёх циклов. Но для развития духа вообще хорошего здоровья желательно можно сделать его 10 минут, 20-30. когда вы делаете его 10-30 минут, от 20 до 30 минут, у вас идёт такое открытие энергии, что просто потрясающе. Да, во время урока, если вы увидите, что вышли из ситуации, под контролем, не держите свои нервы, что вы делаете? Даёте им письменное задание. Какое задание? Буквально на 2-3 минуты. И про себя проговариваете вот эти вопросы, задаёте, отвечаете, и всё, и вам становится лучше. Кстати, даже когда вам хорошо, опять говорите, отпускаю, отпустите это чувство, и придёт то, что ещё лучше. Записали? Переходим к следующему. Иметь способность к эмпатии. Что такое эмпатия? Это сочувствие, чувствовать, сопереживание других чувств. Корректно и адекватно воспринимать детей с ОВЗ, то есть уважать, какого бы ни был внешнего ребёнка, он так может быть. Уметь вести психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающего ребёнка с ОВЗ на принципах глуманизма. Да, общайтесь с родителями, говорите с ними, и это должно быть деликатно и тактично, при этом соблюдаем конфиденциальность. Обладать педагогическим оптимизмом по отношению к детям с ОВЗ, верив в его продвижение в учёбе, но не ожидая результатов, превышающих возможностей. Вот это очень важная фраза. Да, не ожидайте результатов. Даже маленькое движение для них хорошо. Уметь формировать у здоровых детей толерантное отношение к ровесникам. если вы не обращаетесь особое внимания, то есть не удивляетесь таким детям, вы удивитесь, как легко дети, особенно в младшем возрасте, легко воспринимают таких детей. Если бы их не портили взрослые, они легко с ними общаются, играются, общаются. Я это видела на своем опыте, когда у меня попадались такие дети. Операционные деятельностные качества, которым должен обладать учитель, это знать психолого-педагогические закономерности, особенности возрастного и личностного развития. Детей вообще многие учителя даже вообще не знают. А нужно еще знать общие закономерности. То есть не то, что не знают. Они знают, но не обращают внимания. Но обязательно. это нужно всем учителям. А если у вас есть дети с ОВЗ, то плюс к этому еще особенности. Причем самое интересное, у каждой болезни своя история. Надо знать особенности болезни тех детей, которые лично у вас учатся. Выявлять образовательные потребности, определять основные направления коррекционной работы. Правильно работать. Так, применять методы организационной, коррекционной, развивающей работы. Я говорю, тут много таких хороших, добрых слов, но чтобы достичь этого за один раз, за одну лекцию не получится. это кропотливая работа учителя над собой некоторое время и довольно долгое время. Использовать различные формы изменной деятельности здоровых детей, детей с ОВЗ. Это игры, упражнения на развитие сенсорики, моторики, психических процессов, произвольной психической деятельности и метод воспитывающих ситуаций. метод воспитывающих ситуаций это очень хорошая вещь. Можно по-разному делать, можно смотреть фильмы и вместе обсуждать, можно обсудить то, что происходит и подсказывать, как можно вести себя. Так, я вижу еще вопрос. Так, у меня и здесь пошло ранее. Так, вот здесь. В район школы обратились несколько родителей разновозрастных детей с просьбой принятия в частности ЗПРР. ЗПРР. Вот, дети, школа отказала, сказала, что нет лицензии, родители вынуждены отправить в интернат в другой город. Знаете, вопросы очень индивидуальные, и можно прямо на месте решать. Наверняка у вас в городе есть такие специалисты, это узкий вопрос, в котором я не владею достаточной компетенцией, чтобы сказать вам. Но всегда есть специалисты, которые работают, и те врачи, патронажные врачи, которые вас сопровождают, наверняка они лучше знают, как это можно сделать. обратиться в отдел образования и узнать, действительно ли нужна лицензия, или что там может быть. Возможно, школа не может всех детей сразу помочь, а некоторые может. То есть здесь, конечно, такой случай, когда нужны подготовительные классы. То есть какое-то время ребёнок пребывает в таком классе небольшом, где он приучается к обстановке, к ситуации, к тому, что он сидит на уроке. Как ребёнка вводят в детский сад вначале на час, потом на два часа, на три часа. То есть постепенное приучение к школе. А потом уже всё остальное. Во всяком случае, если это район и если несколько детей таких, я думаю, с помощью каких-то СДК или каких-то способов можно хотя бы приглашённого учителя договориться с администрацией города, который бы курировал этих детей, а потом уже постепенно влиться в общий класс. Я не знаю. Выстроить процесс включения любых учеников в урок. То есть эти дети не должны быть на уроке сидеть и наблюдать. Им тоже мы задаём задания, поэтому у нас дифференцированные задания. Как я сказала, план урока. Максимальное задание, минимальное, среднее и максимальное. Проектировать коррекционно-развивающую предметную пространственную среду. столы, стулья, если надо, сделать таким образом, чтобы детям было удобно. Если в классе с нарушением зрения, дозировать зрительную нагрузку, использовать информационные технологии. То есть все эти аппаратуры, которые могут быть, некоторые у детей уже есть, родители приобрели. Некоторые, конечно, ребёнок с плохим зрением всегда сидит, чтобы лучше видеть. Можно для них найти через интернет-ресурсы, через ресурсы школы уроки, которые объясняют, может он дома прослушать. просто прослушать. Готовить документы для заседания психолога-медико-педагогического консилиума при отсутствии театра. Вот это очень плохая вещь, когда отсутствует театра, и участвовать в их работе. Учитель должен знать класс-рок, а если это младший класс, то учитель младших классов, что же происходит с детьми, как с ними работать. Тверь рефлексивно-оценочные способности владеть специальной терминологией, знать использовать технологии образовая, организации инклюзивного образования, разрабатывать, создавать. Тут очень много умных слов, давайте мы перейдём дальше, потому что слайды, вот эти слайды вы можете скачать, оно в PDF-формате и здесь есть. Итак, что такое тьютор? Тьютор – это человек, который сопровождает тьюторы, бывает, в институтах, то есть они не только для инвалидов, для детей, для людей с ОВЗ, но и для обычных. Они появились ещё лет 300-400 назад в Англии. То есть как происходило? Человек приходил в институт учиться, он не был привязан к институту, а мог получать лекции у разных профессоров в различных институтах. Тьютор помогал подбирать ему индивидуальную программу обучения и вот эту маршрутную карту развития студента. Вот этот принцип ввёлся и сюда, вводится и сюда. тьютор наблюдает за ребёнком, причём тьюторы есть узкоспециальности, специальные, которые знают и работают детей именно с этим диагнозом, именно с такими вопросами. есть ребёнок, например, с ДЦП это одна история, а ребёнок аутист это совершенно другая история. Клиническая картина другая, способности совершенно другие. Например, ребёнок с ДЦП прекрасно общается, а для аутиста это очень сложно. Что получается? Тьютор должен всё это знать. Необходимость индивидуального сопровождения, рекомендацию на тьюторской сопровождении прописано в индивидуальной программе реабилитации. Но, как я сказала, нам не хватает этих специалистов, хотя их уже обучают. Что входит в задачи тьютора? Это помочь обучающим узнать свои способности. Друзья, кто-то уже пишет спасибо и уходит. у нас ещё 10-15 минут, я могу рассказать. И главное, сейчас пойдут подсказки учителям очень короткие. То, что вам в работу понадобится, уже идёт дальше, не так долго. Так что не уходите. Помочь обучающему узнать свои особенности и индивидуальность. Задача тьютора помочь человеку проявить себя. Он находит, когда проявляет ребёнок и позволяет ему почаще научить осознанному выбору и ответственности за поступки. Помочь ученику определиться с целями, интересами их реализации, помочь клиенту найти баланс. Почему написано не ученику к клиенту? Потому что в данном случае клиентом является родитель ребёнка. И сам клиент. Ребёнок тоже клиент. И учитель тоже клиент. найти баланс гармонии индивидуальности с внешним миром. Рассказать родителям об особенностях клиенту и специфике образовательной среды, подходящей ему. Есть ли надбавки воспитателям? Знаете, честно говоря, где-то говорили, что есть, но когда я работала, мне никакие надбавки никто не давал. И простая методичка учителя. Если у вас есть в классе ребёнок с ОВЗ, изучите особенности болезни, проконсультируйте с родителем, если нужно, с лечащим врачом, личным врачом или тьютором, хоть в интернете, хоть откуда. Найдите. Вот эти потраченные час-два, которые вы потратите, чтобы узнать историю болезни, вам очень сильно поможет. Вы будете знать, чего ожидать, на что надеяться и чего вообще не требовать от этого ребёнка, потому что это будет травматично и для вас, и для них. В своё время в классе распределять равномерно на всех учеников, чтобы родители здоровых детей не жаловались, что вы их детей обделили. Сейчас мы узнаем, как это сделать. Вводя нового ребёнка в класс, представить его наилучшим образом. Именно как вы представите нового ребёнка, как у вас лицо будет выражать, какие слова вы скажете, тем легче его воспримут в классе. Спросите детей, кто готов сегодня поддержать. Дело в том, что дети иногда сами хотят поддержать. кто-то не хочет ответить урок, поэтому ищет способ убежать. Ничего. Но зато он проявит в себе сердечное человеческое качество. Он может посидеть вместо тьютера рядом с этим ребёнком. Тьютера, которого у нас в школе нет. Хорошо бы, если было, а его нет. Тогда одноклассники могут по очереди помочь. Но главное, каждый ребёнок сам должен захотеть помочь. не навязывайте. Можно каждый день поставить нового помощника. Почему? Чтобы не устал и не пострадал этот ребёнок. Научитесь эмпатии и обучите детей этому навыку. Есть техники, которые помогают чувствовать других людей и развивать в себе эмпатию. Это вам самим нужно по жизни. Люди, добивающиеся наибольших успехов в жизни и с высоким эмоциональным интеллектом, который владеет эмпатией. Ребёнку с ОВЗ покажите его уникальность, прося помочь в том, что он может сделать. Как только он сможет понять, что он в этом может быть полезен, он успокоится, он будет себя чувствовать счастливо, и при этом другие дети будут относиться хорошо. Инклюзия заключается именно в том, что найти изюминку даже в таких детях и позволить их проявиться. А она такая изюминка есть у всех. Да, без специалистов многого не добьётся. да, сложно, конечно, больше таких людей. Наталья Викторовна, на самом деле, с одной стороны, больше, с другой стороны, наконец-то они начали появляться, а то сидели у себя дома или в интернатах, и никто их не видел. И принципы учителя, у кого так, опять у меня проскочило, так. Каждый человек имеет право на ошибку, учитель в том числе. Вдохните глубоко, вытяните, мы все ошибаемся. Чувствуете, что сделали что-то не так? Не вините себя, первое действие. Второе, прямо вслух признайтесь. Дети, кажется, я что-то сделала не так. Если я кого-то обидела или всё, что я сделала не так? Или знаете, что не сделали? попросите, мне нужна ваша помощь, я просто устала. У меня был сложный день. Ни из-за них, ни на кого не вините, ни себя, ни других. Попросите помощи у класса. Вы не представляете, как после этого дети полюбят вас. Поблагодарите их за помощь и отзывчивость, как только они подсказали, что-то сказали. И принципы учителя, у которых классный ребёнок с ОВЗ, это нравственность важнее знаний. Итак, нравственность важнее знаний. Он не обязан всё выучить, ему не надо всё выучить, ему достаточно получить нравственные знания. Приобретение жизненных навыков такое же достижение для ребёнка с ОВЗ, как олимпиады по математике для обычного. Похвалите за любой успех, самый маленький. Ребёнку не обязательно уметь и знать всё. Важно хорошо знать то, к чему у него есть предрасположение. Вот изюминка, вот найдёте изюминку, и он будет его развивать и развивать. Использовать вариативную оценочную систему. Можно оценивать знания, а можно старания. Вы можете даже разными сделать. И я хочу в конце финале рассказать вот такие слова о небезанте. Вместе с восхождением души на высшие планы и с осознанием тождества единства всего сущего мы начинаем смутно постигать великую истину. В силу своего единства с другими душами человек может делиться с ними и помогать им. отказавшись от своей радости он испытывает счастье ибо он и мир одно. Вот эта последняя фраза она ключевая. Она ключевая которая в инклюзивном образовании. Отказавшись от своей радости он испытывает счастье еще большую радость. Потому что когда рядом с нами счастливые люди мы хотим того или нет чувствуем счастье. Это поле которое окружает нас. Мир становится лучше. И наша задача способствовать этому. Так и в финале вот мои координаты дорогие друзья если вам нужно задавать вопросы какие потом вы захотите можете найти меня по электронному адресу и ВКонтакте. Так да дети ценят когда мы признаем свои ошибки Галина Владимировна точно так. Не ошибается тот кто ничего не делает именно. Кстати самое интересное что когда мы детям показываем что мы можем признавать свои ошибки они не боятся делать свои собственные они тоже признают важно чтобы учителя понят о чем здесь говорилось Тамара Николаевна поймут постепенно в начале почему не понимает потому что у них замешательство они не знают как помочь из-за того что они не знают как помочь у них возникает паника а как только они поймут то будет великолепно так правильно понимаю что если вы прописан тьютер то школа обязана вот школа обязана представить тьютера но если в городе нет ни одного с 70 тысячным населением нет ни одного тьютера как оно представит вот поэтому я говорю у нас очень красиво прописаны законы и не всегда есть эти возможности итак друзья на этом я заканчиваю и слово передаю Павлу Юрьевичу уважаемые коллеги давайте давайте поблагодарим Айкус Жараевну за замечательный вебинар который здесь прошел судя по вашим многочисленным откликам он затронул вас за живое ну а я воспроизведу свою техническую функцию здесь было много вопросов по поводу сертификатов и по поводу скачки презентации давайте я вам еще раз все объясню во-первых хотел бы отметить если в данный момент у вас по ссылке не работает сервис выдачи сертификатов пожалуйста сделайте это через 5 10 15 минут дело в том что сейчас как только я объявил что сертификаты можно скачивать сразу все пошли скачивать и наш сервис может не выдержать нагрузки просто через 5 5 10 15 минут зайдите еще раз второе как скачать презентацию я позволю себе нарисовать прямо поверх этого слайда потом удалю посмотрите пожалуйста вот сюда наверх примерно вот сюда здесь вы видите ряд кнопочек в правом верхнем углу пятая по счету кнопочка слева в виде серой папки после того как вы на нее нажмете справа откроется окошко ресурсы в этом окошке один единственный файл и он рядом с ним есть слева зеленая кнопочка нажимая на эту зеленую кнопку вы осуществляете скачку презентации на свой компьютер вот и все вот и вся премудрость если вы находитесь в гаджете это может это может не сработать в зависимости от того типа гаджетов которым вы пользуетесь на телефоне и так далее а с большого компьютера все все работает прекрасно еще раз поясняю как оплатить сертификат пожалуйста зайдите вот на этот на эту страничку тут досконально описано как его оплатить и еще раз говорю если прямо сейчас что-то не так что-то не получается в соответствии с этой пошаговой программой просто подождите пять минут и минут через пять все будет работать потому что сервис выдача сертификатов не не успевает обработать ваши запросы вас сегодня было очень много на на нашем сегодняшнем вебинаре чему мы очень рады нет второй не получится извините только по по фамилии имени отчества того человека который принял участие в данном мероприятии ну у нас это автоматическая система которая привязывается к зарегистрированным людям да в любое время вы теперь можете зайти и скачать сертификат завтра послезавтра через год когда вам удобно нет без оплаты сертификаты сами вебинары всегда бесплатны а сертификаты всегда платны но стоят они недорого 149 рублей 149 рублей стоит сертификат отвечая на последний вопрос еще раз хотел бы поблагодарить наших коллег из компании новое поколение за то что позвали нашего сегодняшнего ведущего они приняли непосредственное участие как в том чтобы привлечь такого замечательного спикера так и в том чтобы разослать вам информацию о нашем вебинаре в другое время как правило в 12 часов по московскому времени у нас проводятся вебинары иногда бывают позже но мы стараемся проводить именно в это время видеозапись еще раз сейчас вам ссылочку дам на наш видеоканал на котором будет выложена запись я думаю что ну к завтрому наверное сегодня вечером но обещать не могу дело в том что запись вебинара она оцифровывается некоторое время сертификаты можно скачать когда угодно нет ограничения еще раз да если два человека зарегистрировались по отдельности оба конечно получат сертификаты важно чтобы оба эти два человека оба оба эти человека присутствовали бы на вебинаре не только зарегистрировались но и присутствовали ну что ж коллеги да некоторые объяснения по поводу времени проведения мы проводим специальные наши вебинары в рабочее время Ольга Сергеевна не беспокойтесь все будет просто сейчас массовый наплыв пожалуйста зайдите через несколько минут и все будет доступно сертификаты будут доступны все все будет все будет работать все все будет просто сейчас система не справляется с массовым наплывом поэтому могут быть задержки на 5 минут на 10 минут но обязательно все будет так вот мы вебинары проводим в 12 часов потому что считаем что наши вебинары они являются частью работы и это не развлечение это наша работа прямо сейчас послушать нельзя повтор будет доступна запись примерно сегодня к ночи ну что ж коллеги давайте я тоже с вами прощусь я забыл представиться меня зовут Павел Калиников я руководитель проекта Директ Академия где мы проводим вебинары каждый день и сегодня Айкуш Калачан была у нас в гостях спасибо за ваше внимание приходите на наши другие вебинары мы будем рады видеть вас на наших вебинарах да можно скачать позже еще раз вот отвечаю в пятый раз наверное на этот вопрос извините так получается у нас просто система не рассчитана на такое количество одновременных обращений поэтому иногда сразу после оплаты вы не сможете скачать но это можно будет делать через 5 минут через 10 или позже чуть-чуть как только нагрузка упадет все будет все будет нормально коллеги всем спасибо нет незарегистрированным нельзя нельзя скачать и даже зарегистрировавшимся и не принявшим участие в вебинаре тоже нельзя скачать вебинар потому что ну у нас такие критерии качества только люди реально посетившие вебинар могут приобрести сертификат презентация да этот вопрос уже наверное раз 20 задавался но еще раз отвечу скачать презентацию можно в разделе давайте я продублирую я уже этот текст написал специально чтобы его дальше дублировать еще раз вам его продублирую вот сюда как оплатить вот здесь вот информация вот здесь вся информация про Наталья Николаевна ну сами понимаете мы не можем это контролировать поэтому не можем и не то чтобы мы вам не верим просто у нас существует автоматическая система которая это делает сама и она цепляется только за имена тех кто реально зарегистрировался и реально посмотрел вот все это вот в этом файле в этом файле сказано ну просто в следующий раз пожалуйста знайте что вот вот такие формальности надо выполнить коллеги я тоже тогда со всеми вами прощаюсь спасибо за участие в вебинаре я надеюсь что он вам понравился если μ кто кто ி он кто кто к кто кто щ кто Продолжение следует...